Монументальная Чкаловская лестница расположена на правом берегу Волги, сразу после впадения в нее Оки. Крутой склон увенчан строениями Новгородского Кремля. Рядом с его Георгиевской башней, памятник Чкалову и смотровая площадка. Более 440 ступеней нужно преодолеть, чтобы спуститься к другому памятнику, мемориальному катеру Герой. Городской ландшафтный объект сооружен после окончания Великой Отечественной войны, хотя задуман был до нее. СССР, они потратили 7 миллионов рублей. Благодаря этому памятнику мы можем увидеть стратегию немецких захватчиков. Его уже тогда обвинили в растрате. Сколько? 560. 480. Нет, я точно не считал 560 ступеней. У всех хорошо, с математикой все в порядке. Мы находимся у подножья Чкаловской лестницы, которая является еще одной достопримечательностью Нижнего Новгорода. На самом деле, когда я читала о ней, я не смогла не отметить тот факт, что занимался, ну скажем так, был главный креатор всего этого, некий Александр Шульпин. И ты не поверишь, но еще во времена СССР они потратили 7 миллионов рублей на ее постройку. 7 миллионов! И строили ее 6 лет. Чтобы ты понимал, в строительстве принимали участие пленные немцы, местные, куча людей. И при всем при этом его уже тогда обвинили в растрате средств и отослали в Сибирь. Вот именно, и уехал в ссылку. И что такое 7 миллионов рублей в 43-м году? Всего лишь. Всего лишь. Тогда килограмм картошки сколько стоил? Сколько стоил? Ну 30 копеек, то есть 10 килограмм это рубля 3. Да, Шульпин был не промах, я вам скажу. Примерно сейчас сколько стоит килограмм картошки? 30 рублей, да? То есть в 100 раз больше. То есть это 700 миллионов она нашла. Там не то, что в Сибирь можно уехать, там можно уехать и на Магадан. Но, но, надо отметить, что все-таки, как бы то ни было, он оставил нам такую грандиозную лестницу, которая, кстати, в форме идеальной восьмерки. И спасибо ему на самом деле за это огромное. Потому что эта восьмерка, это символ чего? Бесконечности. Все верно, символ бесконечности. Но постройка началась в 1943 году и шла 6 лет. До 1949 года. Если мы посмотрим с высоты птичьего полета, то поймем, что это два кольца. А в 1943 году у нас закончилась Сталинградская битва. Именно в Сталинградской битве немецко-фашистские войска окружили и взяли нас вот в эти кольца. Наши были в середине. Вот эти кольца это и есть немцы. Благодаря этому памятнику мы можем увидеть стратегию немецких захватчиков. И самое интересное, что мы можем увидеть на самой верхушке лестницы, это две реки Волга и А... А еще она уникальна тем, что она соединяет два яруса набережной. Верхний и нижний ярус. И еще от катера Героя мы поднимаемся именно по этой лестнице в площади Пожарского именина, на которой установлено что? Правильно, памятник Чкалову. Но не просто. Там еще находится самая крутая смотровая площадка. Оттуда открывается шикарный вид на реку Волгу и на ее берега. Есть еще и чуть ниже смотровая площадка. Но самое интересное, конечно же, там наверху. Невозможно не посетить Нижний Новгород и не оказаться на Чкаловской лестнице, потому что она неразрывными узами связана с этим городом и является одной из главных его достопримечательностей. В принципе, как и Кремль, как я считаю. Согласен, ведь это визитная карточка. Визитная карточка Нижнего Новгорода. Все бегом в Нижний Новгород, поднимаемся на лестницу, считаем ступеньки. Поехали. Строили Чкаловскую лестницу мобилизированные местные жители, многочисленные немецкие военнопленные. Размах сооружения потребовал значительных вложений, которые московскими властями были расценены как злоупотребления. Шульпина обвинили по политическому ленинградскому делу, связав с архитектором Яковлевым, ленинградцем по происхождению. Два года Александр Михайлович Шульпин провел заключение в Мурманской области. Реабилитирован после смерти Сталина.